Это там, где моя мама работает, Акадо. Мама работает экономистом. Она считает цифры и договаривается, чтобы всех впустили в канализацию. Чтобы девушку впустили в канализацию. Ну, не людей, конечно же, а только девушку. В канализации он лечит проводам. Провод заболел. И его лечит. Если провод оторвался и не работает, то он их соединяет. Санта. Дедушке бы он подарил подарок. Так, потому что он лечит провода хорошо. И очень хорошо работает, Дедушка мой. Володя. КОНЕЦ КОНЕЦ Компания, в которой работает мама, обеспечивает трансляцию с видеокамерой в полиции. Камеры стоят на домах, на подъездах и практически везде. И поэтому людям теперь стало спать намного спокойней. Изображение с этих камер отчетливое и большое. И тем, кто его просматривает, будет хорошо видно, кто совершил преступление. И отвертеться этому человеку уже не удастся. Папа голубые глаза не нарисовала. Коричневые волосы. Папа, он работает инженером-связистом. Вот тут он работает. Ну да, где-то он телефон звонит. Он поехал. Это дядя Коля и он водитель. Папа подчинен, две трех гады и два водителя. Папа, он подключает в больнице каналы эти. Не знаю, какие. Раньше там была большая-большая очередь. А теперь там ее нету. Потому что любая бабушка и дедушка могут нажать на кнопочку, и они знают, куда и в какой кабинет идти. Если бы дед Мороз раздавал подарки, то он бы обязательно дал, потому что он работает и зарабатывает очень много денег. Монстры мешали подключить дома к интернету и телевизору. Папа пытается их отогнать. Он боится, что монстры мешают всем компании. Вся компания пропадет. Один монстр, который улыбается. У него три глаза. Он любит улыбаться, но он все равно страшный. А пугальщик, он очень крикливый. Он кричит на всех. У него четыре глаза. У него волосы красные. А третий монстр, у него восемь глаз, но две зеленые. Папа придумал, что он сможет их отогнать. Он щелочку открывает и кричит. Криком. Монстры убежали. Им не нравилось, что они не смогли. А папа радовался, что он смог их отогнать. Дед Мороз должен привезти подарок, потому что он победил. Он принесет елку, еще он придется с ней курочкой. Папа получит маленький подарок, потому что старше 20 лет нельзя дарить уже подарки. Но папа победил монстров, поэтому ему можно маленький подарок. Монстры убежали. Моя мама на работе договаривается с разными компаниями, чтобы люди могли разговаривать по телефону из другого города. Мама и Акадо создали трубу, в которую они все время расширяли. И получилась большая труба размером с туннель. По этому туннелю летят с огромной скоростью разные книжки и листы с разными стихами. Еще за одну секунду по ней может прилететь вся Ленинская библиотека. Музыка. 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 У бабушки желтые волосы, глаза у нее зеленые. Музыка. 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 Бабушка красиво одевается. Бабушка работает бухгалтером. Считает деньги. Деньги поражает на улице. Музыка. А бабушка них ловит. Деньги хотят, чтобы бабушка их поймала Бабушка отдает деньги хорошо, кто работает Из мешка достает и раздает Бабушка принесет дед малыш податки, потому что она хорошо работает Мама приходит утром на работу Включает компьютер Заносит в базу данных приход, перемещение, расход, оборудование Потом относит к начальству, к секретариату Ключик на ракете Облетает все препятствия и доставляет клиентам оборудование В непогоду может даже Она помогает людям пользоваться интернетом, телевизием, телефонией Делает это все быстро Дед Мороз дал подарок моей маме Потому что она самая быстрая В принципе Продолжение следует...